Девушки отдыхают Почему? Почему вы не можете встретиться с людьми? Ваша личная позиция, жизненная, ваша личная позиция Нет, давайте конкретно говорить про наше место Мы не будем говорить про Кожкина и про все остальное Кузьмин Николай Алексеевич, депутат Государственной Думы, член комитета по природным ресурсам и экологии Сегодня, если народ выходит и говорит, что нельзя застраивать эту территорию То власть, она вообще-то, в Российской Федерации по Конституции принадлежит народу И если народ это требует, то власть должна это исполнять Она исполнительная власть У нас в Российской Федерации есть власть исполнительная, есть законодательная И в данном случае вся власть принадлежит по большому счету народу Но нынешняя исполнительная власть народ не слышит И в этом самая большая беда И когда мы в Государственной Думе говорим то, что требует народ А нас 90 там человек, а 450 этого слышать не хотят Происходят вот такие вещи Поэтому мы сегодня должны сделать от этой нашей встречи с депутатами И законодательного собрания, и Государственной Думы, и местные депутаты, я так понимаю, здесь тоже есть? Есть местные депутаты здесь, Морозовские? Их приглашали тоже? Значит, я думаю, что мы должны сделать обращение к тому, от кого зависит решение данного вопроса По крайней мере, губернатору мы сегодня должны сформулировать И направить наше коллективное обращение избирателей, жителей Всеволожского района, поселка Морозовка Которые пользуются этой территорией, находятся на этой территории На территории Морозовского поселения законы Российской Федерации действуют или нет? Обязаны соблюдать исполнительное благо Обязаны А не что ждут-то тогда вообще? Они не обращают внимания на законы, значит, у них свои законы какие-то Вот за три месяца первый представитель администрации поселка имени Морозов Первый за три месяца Кто хотя бы встречался здесь с каким-нибудь представителем администрации? Никто не приезжал, потому что наплевать Путин говорит, что власть должна работать для народа Я вас абсолютно понимаю А власть у нас работает против народа Уважаемые сограждане, Силаев Дмитрий Васильевич, пока еще депутат законодательного собрания Ленинградской области Я получил заявление от СНТ Орешек-1 еще в июне этого года Написал и губернатору, написал и главе администрации Всеволожского района От главы администрации Всеволожского района получил отписку, что не в Росреестре, не Кадастра Они не предоставляли эту землю никому Да? Губернатор до сих пор не ответил Потому что если бы в Кадастре были эти данные Как учредитель и редактор газеты «Ветеранская правда» Я напечатал статью в газете, которую сегодня вам привез То есть и как депутат, и как политик я сделал все законные меры Чтобы предупредить это беззаконие Но с беззаконием, с законными мерами нельзя бороться Вот сказал товарищ Кузьмин, что народ главенствующая сила Но если только он будет бороться С беззаконием, с законом бороться нельзя Не могу сказать, почему здесь глупо бороться с законными методами Потому что 60% ваших участков несуществующего и незаконного СНТ Уже раздали бывшим и настоящим сотрудникам администрации, совета депутатов поселка 40% наверняка уйдут в ту же прокуратуру Тем же многозвездным генералам МВД Тем же чиновникам от районного до областного уровня Я с этим уже сталкивался, когда боролся с аналогичным беззаконием В поселке имени Морозова Несколько участков поимел бывший областной прокурор Несколько участков поимели генералы Один участок поимел бывший советник, бывшего губернатора Ленинградской области Уверен, что здесь все это повторение пройдено Значит, необходимо сегодня все чиновничьи сайты заполнить вашей информацией Вашей резолюцией Президенту Российской Федерации Председателю правительства Губернатору Ленинградской области С фотографиями сегодняшнего митинга С вашим негодованием Администрация не избирали Хорошо, мы должны соблюсти формальности Вы поймите нам Мы обязаны это сделать А вы можете формальности соблюдать Завтра сначала в администрацию заехать Но обязательно встретиться с нами Два слова еще вам скажу Послушайте, пожалуйста Пожалуйста, послушайте Если вы считаете, что у нас ничего не сдвинулось С момента, когда мы подписали первое обращение Вы ошибаетесь У нас, нам сейчас перед митингом позвонили И сказали о том, что возбуждено уголовное дело В отношении Соловьевой Мы пока не увидели бумаг Мы поэтому вам не озвучиваем А кем возбуждено? Кем? Не знаю, кем возбуждено Но я вас уверяю, что ситуация изменилась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому